Если в составе есть заменители молока, кокосовое и пальмовое масло, соевый белок и его аналоги, и содержание их не превышает 45-50%, то такой товар может называться сырным продуктом. Он тоже изготавливается по технологии сыр. Всё остальное – продукт из сыра, комбинированный продукт и прочее – это уже не сыр. Одна из самых важных функций нашего мозга – память. Она активно развивается в школьном возрасте. Ведь школьникам каждый день надо запоминать много новой информации. А в пожилом возрасте память начинает ухудшаться. Что бы память ни подводила, мозгу нужны витамины группы В. Особенно витамин В12. Он поддерживает работу клеток нервной системы и помогает им передавать сигналы мозга. Поэтому сыр особенно полезен в школьном и пожилом возрасте. Наверняка вы замечали, что сыр часто подают вместе с орехами и сухофруктами. И дело тут не только в благородном вкусовом сочетании. Здесь действуют и правила диетологии. Орехи и сухофрукты – такие как изюм, курага, чернослив, богаты калием. А калий помогает нейтрализовать влияние солёной пищи. Если сочетать сыр с орехами и сухофруктами, калий поможет вывести лишнюю жидкость из организма. Есть виды сыра, где глазков быть не должно. Технология изготовления не предусматривает их образование. Это такие сыры, как пармезан, чеддер, сулугуди. Но если дырочек даже совсем мелких нет на таком сыре, как Маздам, швейцарский, советский, костромской или голландский, значит технология производства была нарушена. Такой сыр уже нельзя назвать качественным. Его вы вправе вернуть в магазин.